Здравствуйте! На канале Экзегет мы отвечаем на ваши вопросы. И сегодня у нас практически не евангельский, не библейский вопрос, но, к сожалению, по ситуации, которая во многих семьях случается. Давать ли возможность бывшему мужу-алкоголику встречаться с нашей дочерью? Важный вопрос. И ответить на него коротко, может быть, у меня и не получится. Я постараюсь как можно короче. Алкоголизм — это болезнь разной степени тяжести. И поэтому я знал жен, который, так сказать, муж раз в год где-то там на корпоративе напился. Она говорит, фу, алкоголик. То есть как бы это слово употребляется иногда вот в таком непрямом смысле этого слова. Еще раз говорю, алкоголизм — это болезнь, которую необыкновенно сложно преодолеть, которая вызывает ни много ни мало изменения личности самого пьющего человека. И поэтому есть даже специализированные термины, например, алкоголизированная личность, алкоголизированная речь, алкоголизированные отношения, когда это действительно уже человек находится в измененном состоянии сознания, даже в трезвом состоянии. И поэтому вопрос не слишком простой. Во-первых, я категорически не советую встречаться с вашей дочерью. Я так понимаю, что речь идет о несовершеннолетнем ребенке. Если дочь уже выросла и сама достигла совершеннолетнего возраста, то ей само решать, когда и как встречаться ей со своим отцом или не встречаться. И поэтому я подразумеваю, что это вопрос о несовершеннолетней дочери. Поэтому я, во-первых, категорически не советую давать возможность встречаться ей с отцом, когда тот находится в состоянии алкогольного опьянения. Это первое, что надо как бы точно и категорически иметь в виду, что это надо исключить, это надо заранее обговорить. Вообще, на самом деле, когда мы говорим о разводе, бывший муж, надо четко и правильно, во-первых, самой женщине выстроить отношения со своим бывшим мужем. И для этого обязательно ответить на базовый вопрос. А кто он мне теперь? Ну, понятно, что, к сожалению, в нашей реальности мы можем этот вопрос перевернуть назад. И этот вопрос может звучать от мужчины, давать ли возможность встречаться бывшей жене алкоголички с нашей дочерью или с нашим сыном. И такая ситуация может быть. Поэтому я сейчас исхожу из реальности, что ребенок по суду был оставлен с матерью, а отец действительно алкоголик, условно говоря, медицински подтвержденный. И все равно нужно ответить для себя на вопрос, кто он вам. Большинство людей не могут с первого раза правильно ответить на этот вопрос. А правильный ответ звучит так. Он – отец моей дочери. А еще более правильно – он – отец нашей дочери. Мы друг другу, я – мать его дочери, он – отец моей дочери. И этот статус, в общем, навсегда, если только по суду человек не был лишен родительских прав. Если этого нет, то именно в этом качестве нужно его принимать. И далее в интересах и ваших отношений, которые вы не можете, и на самом деле не имеете права разрывать окончательно, и в интересах вашего ребенка, чтобы вы договорились. Это важнейший пункт. Как бы вам не было больно, как бы вам не было тяжело, как бы ваши раны не кровоточили, пройдет не такое большое время, и они перестанут быть вот такими болезненными, что даже малейшие прикосновения к ним вызывают жуткую боль. То есть вы, на самом деле, через какое-то время, даже если это был очень тяжелый развод, должны успокоиться и понять, что с вашим бывшим мужем, с отцом вашей дочери нужно договариваться. Это в интересах вас, и это, в первую очередь, в интересах вашего ребенка. Поэтому нужно договориться, что да, когда ты трезвый. Далее нужно договориться о режиме и графике посещения, в интересах ребенка, чтобы это было четко понятно. Например, по пятницам в три часа, или по воскресеньям, или два раза в неделю, или ты встречаешь ее из кружка, или ты делаешь с ней уроки, или ты ходишь с ней в бассейн, или еще что-то. То есть это не может быть некое и не должно быть. Ребенку от этого будет очень тяжело, это надо ему объяснить. Если он, опять-таки, не находится в каком-то совсем тяжелом асоциальном состоянии, когда вдруг, выдравшись раз в год из непрерывного пьянства, он вспоминает о своей дочке и говорит, я хочу с ней увидеться. Вот этого не надо. Вот такого не надо вообще. А если это все-таки иногда впадающий в запой, допустим. Любой нормальный алкоголик, не окончательно оскотинившийся, имеет свою периодичность. Он, например, раз в месяц впадает в недельный запой. Подчеркиваю, я сейчас тоже не говорю о человеке, уже находящемся в асоциальном состоянии. С таким человеком встречаться, конечно, тоже не нужно. А если человек впадает в этот самый запой, то надо знать, что когда он не в запое, то он встречает ребенка. Ребенку очень важно, чтобы он знал, чтобы не было такого, что папа есть, а потом месяц его нет. А потом опять две недели он почти каждый день, а потом опять два месяца его нет. Ребенку это очень тяжело. Должен быть какой-то график, должен быть какой-то режим. Ребенок должен понимать, что его ждет. Это и взрослому-то нам тоже очень важно. Когда я знаю, что по воскресеньям я хожу в храм, например. И это здорово. А вообще-то пять дней в неделю я работаю, например. А еще я с ребенком делаю уроки. А еще у меня подъем. Это важные моменты в отношениях ребенка с тем родителем, который с ним не живет. И очень важный момент – не говорить вашей дочери гадостей про отца. Это ваши с ним отношения. Это ваша боль. Это ваша проблема. Не нужно навешивать это все на ребенка. Не надо брать его в союзники себе против папы, например. К сожалению, вы знаете, я сейчас выхватываю какие-то маленькие кусочки, потому что об этом написаны вот такие толстенные книжки «Толщи Библии» о том, как правильно себя в этой ситуации вести родителям. И поэтому, конечно, если это ваша реальная задача, а не просто так случайно заданный вопрос в тот момент, когда вы сами протрезвели, например, не желая никого конкретно обидеть, то почитайте эти умные книжки. Посмотрите. Если вы не умеете читать книжки, посмотрите записи в интернете. Есть на эту тему достаточно много хорошо записанных советов от профессиональных специалистов, которые помогут вам правильно выстроить. Обратитесь за конкретной помощью к специалистам, которые помогут вам в вашей конкретной ситуации, дадут конкретные советы, как вам выстраивать отношения с отцом вашего ребенка. Но помните, что ваш мир с ним, ваша договоренность с отцом и возможность встречаться в нормальной, комфортной для ребенка обстановке очень важны для вашего ребенка. И поэтому вы не имеете права эту его потребность, эту сторону его жизни полностью закрывать. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует... Продолжение следует...